О мерах урегулирования проблемных вопросов в сфере строительства рассказали на площадке региональной службы коммуникации представители управления строительства Алматинской области. По словам специалистов возведения различных зданий и сооружений, процесс сложный, ответственный и трудоемкий. Сооружаемый объект имеет требования по функциональному назначению, включает в себя различные материалы, в сочетании которых определяется технологией строительства. Нарушение технологических процессов может привести к производственным авариям, а при грубых отклонениях возможны и более тяжелые последствия, влекущие не предусмотренные дополнительные расходы, которых по факту можно избежать. Кроме того, как пояснили спикеры, заказчикам объекта строительства путем заключения договоров привлекаются инжиниринговые компании авторских и технических надзоров, которые, согласно требованию законодательства, обязаны иметь необходимую техническую базу и обладать соответствующей аккредитацией для осуществления полного контроля хода строительных работ. Однако, по утверждению специалистов, при проведении мониторинга их деятельности зачастую выявляется формальное осуществление контроля, что является недопустимым и приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. Подобная ситуация, как вследствие недостаточного нормативного регулирования деятельности инжиниринговых компаний, в том числе при взаимодействии с подрядными организациями, что, несомненно, создает условия для коррупционных рисков, подытожили встречи участники брифинга. Формально осуществляет контроль за строительством, то мы пишем, только можем написать ГАСК. И ГАСК потом уже сам принимает решение. Ну, может только административным штрафом отделаться или лишение лицензии. А если бы мы могли бы в одностороннем, без привлечения ГАСК, расторгать договор и недобросовестные участники государства закупок эту компанию, как бы в реестр недобросовестный включить, то намного бы ответственность у них была бы больше. Вот сейчас эти формальные вопросы, сейчас это поднимается.